В прошлый раз говорили о бросании монет. Просто физически была внесена немаленькая стопка монет, всем желающим были розданы, бросали монету, была выписана, ну, сдали сотни сил, 158 случайно последовательных делей и единиц, и рассуждали о свойствах этой случайной последовательности. Давайте нарисуем какую-нибудь последовательность бросания. Вот, например, сначала выпала одной стороной монет, потом той же, потом той же, потом так, потом так. Вы согласны? Примерно такой путь соответствует последовательности. Ну, давайте, например, здесь вот писать единички, а здесь писать минус единички. То есть, одну сторону монеты объявим единицей, другую сторону объявим минус единицей. Вот это и есть случайная пруждация. То есть, вышли из начала координат, и каждый раз, там, дойдя до определенной точки, мы можем пойти на единицу вправо и при этом на единицу вверх, или на единицу вправо и на единицу вниз. Разумеется, это лучше всего представлять блуждание по прямой. Вот здесь, конечно, нарисован график, вот это вот время, то есть, каждую очередную монету бросаем и делаем шаг. А здесь координаты. Движение по вот этой вот вертикальной прямой в зависимости от времени. Разумеется, если мы бросаем n монет, таких путей 2 в степени n штук. И в прошлый раз мы задавали себе такой вопрос. Насколько далеко отклонится этот путь от сервисис? Нашли совершенно замечательный ответ. Я напомню ответ. Примерно на корень из n. Формула там была такая. Оказывается, если взять ординату вот этой точки, возвести в квадрат и сложить по всем возможным путям, усреднить, то оказывается, в среднем вот эта сумма квадрата будет равна n. Это так называемая дисперсия. Там была и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, сейчас на фактически ту же самую задачу мы посмотрим совсем с другой точки зрения. А именно, зададим себе вопрос. А насколько часто этот путь пересекает ось абсцисс? А вот интересно, он как себя примерно ведет? Так, что он часто пересекает вот так вот волнами ходит? Или так, что он вот так вот ушел, ходит, 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 потом пересек, внизу походил, 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 долго, потом пересек, часто или редко пересекает ось абсцисс? Так вот, оказывается, оказывается, довольно редко пересекает. То есть, вот эти вот промежутки времени, когда путь находится над осью абсцисс, они большие, а, соответственно, пересечения довольно редкие. И, что совершенно замечательно, оказывается, на очень многие вопросы, связанные с этими путями, можно дать явный ответ. Этот ответ дает замечательную математическую конструкцию, которая называется число каталанов. На малом леквате было уже довольно много лекций про это, но все то, что я сейчас пообещал и сказал, это будет несердно. Потому что сегодня я задам себе гораздо более конкретный вопрос, чем вот это вот философское изучение путей. Ребята, на самом деле, это изучение путей, задача случаясь блуждания, это огромный кусок теории вероятности. И если вот этим всерьез заняться, а я надеюсь на не на сегодняшний, а этим заняться, не знаю, когда это случится, в 3 декабре, наверное, там очень много интересных вещей, но сегодня я задам себе гораздо более скромный вопрос, который называется теорема Пойя. А именно, представьте себе, что мы гуляем не по прямой, а по плоскости. То есть, у нас есть клетчатая бумага. Вначале мы находимся в некоторой точке, давайте ее назовем изначальной точкой, 5-долб. И с вероятностью 1,4 мы идем в одну из 4 точек. Придя сюда, с вероятностью 1,4 сдвигаемся на 1. и так далее, и так далее, и так далее. Теперь вопрос. А мы вернемся через какое-то время сюда или нет? Оказывается, если наше блуждание случайное, то вернемся. Между прочим, это имеет самое прямое отношение к людям, которые заблудились в лесу. Представьте себе, не в Москве, где проглядывается на много сотен метров, где там номера домов и так далее, а в настоящем лесу. Человек заблудился. Что это означает? Это означает, что человек стоит, тут деревья какие-то, видно на 10 метров или на 20 метров, не дальше. Человек идет через какие-то кусты, идет, 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 вы понимаете, что довольно быстро он потеряет направление. Если у человека нет компаса, если он считается городской по своей природе, если он не умеет ориентироваться по сторонам света, то довольно быстро он завернет, потом еще раз завернет, потом еще раз завернет, и получится вот это самое случайное блуждание. И вдруг выяснится, что под теоремой, которую мы сегодня докажем, если он действительно не отслеживает стороны света, то он просто-напросто с большой вероятностью вернется туда, оттуда выходил. А согласитесь, что это неприятно, правда? Да. А потом еще раз, потом еще раз. Это одна теорема. Другая теорема, если то же самое обнуждание происходит в пространстве. То есть идея такая. Берем трубочку, начало координат. Из нее выходим с вероятностью одна шестая, прибавляем единичку по одной из координат. Из полученной точки опять вероятность одна шестая и так далее, и так далее, и так далее. Там получается какой-то такой вот путь, каждая репроданная единица, направленная вдоль одной из осей координат. А там вернется? Вот оказывается, вероятность возвращения там математиками посчитана. Она равна примерно 34%. Я, разумеется, вам ее сегодня посчитать не смогу, но я сегодня докажу, что она меньше 5 шестых. Ну, уже получается, что вероятность возвращения меньше единицы. Понятно, да? То есть существуют траектории, которые уходят на бесконечность. Для того, чтобы вот эту самую теорию по ее доказать, я думаю, кроме нее я сегодня ничего не успею. Дай бог, если я ее успею со всей полнотурой разобрать. Давайте я сделаю следующую штуку. я сначала решу задачу простую о все-таки одномерном случае. Пусть есть прямая, на которой точке, ну, например, точке от нуля до вот эту точку назовем дом, эту точку назовем школа, школа, вот, и мальчик, который в какой-то момент играет на улице. Вот, он играет здесь на улице, вот, и дальше с вероятностью одна вторая идет налево, с вероятностью одна вторая идет направо. Если он приходит в школу, то там его сажают в класс начинает учиться, если он приходит домой, то садится за уроки. Вот, теперь вопрос, с какой вероятностью он попадет домой, а с какой вероятностью будет в школу? Правда, обычно в книжках это рассказывают вовсе не так, а более ужасным образом, значит, говоря, что есть два человека, у одного 50 долларов, у другого, я не знаю, 7 долларов, и они бросают монетку, и, значит, кому выпало победить, тот один доллар дает, понятно, да, противный как только деньги полностью, значит, у кого-то кончились, он проиграл и больше не играет. Понятно, о чем я сказал? Вот, на самом деле то же самое, просто отрезок будет не от 0 до 5, а большой то же самое. Фактически у нас есть одномерная задача, за один ход с вероятностью 1,2 сдвигаетесь налево, с вероятностью 1,2 сдвигаетесь становится совершенно понятно, как ее решить. Значит, давайте все считать с точки зрения школы. Значит, если вы уже дома, то вероятность попасть в школу это очевидный ноль. Согласно? Замечательно. А вот теперь, если вы здесь, с какой вероятностью вы попадете домой, а с какой вероятностью в школу? Ну, с какой-то. Давайте это число обозначим а. Если вы здесь, то же самое число обозначено б. С, Д. Если вы в школе, то вы уже в школе. И, значит, вероятность попасть в школу равна единице. А теперь очень простая формула. Как нам найти, скажем, число б? Очень просто. Мы с вероятностью 1,2 идем налево, с вероятностью 1,2 идем направо. Значит, в половине случаев у нас после этого ситуация начинает разворачиваться отсюда, а в половине случаев она начинает разворачиваться отсюда. Значит, b это а пополам плюс с пополам. b это среднеархиметические вот эти двух чисел. Между прочим, точно так же. а это среднеархиметическое ветое чисел 0 плюс b пополам. Точно так же с это среднеархиметическое чисел b и d и, наконец, d это c плюс 1 половина. Так, ну, теперь давайте смотреть, можем ли мы решить эту систему. да кшмур. Вот, например, из этого уравнения b это 2а. Если теперь сюда подставить, смотрите, чтобы, ну, и на 2 умножить, то получится так, 2b, то есть 4а, это а плюс c. Значит, проще говоря, c это пиа. Сюда тоже самое, на 2 умножим, 2c это b, что такое b? А нет, 2c неинтересно, 2c это плюс 6а. Вот, b это у нас 2а и плюс d. Ну, все, d это 4а. И теперь сюда подставляем, понятно, что получаем. Значит, если вы 3а плюс 1, это c, да, c плюс 1 разделится на 2, то отсюда видно, 8а равняется 3а плюс 1, а равняется 1 пятой. Значит, вот они вероятности. 1 пятая, 2 пятая, 3 пятая, 4 пятая. Между прочим, прекрасно, число 5 здесь в общем не является таким золотым. Потому что, если вы внимательно посмотрите на это равенство, то здесь написано, что числа a, b, c образуют альфеметическую прогрессию. Но, если у вас так везде, значит, у нас просто есть одна альфеметическая прогрессия. А что такое альфеметическая прогрессия, которая начинается в нуле и заканчивается в единице? Понятно, каждый раз надо по одной пятой прибавлять. И, значит, если у нас есть отрезок, который начинается на число 0 и кончается на некоторое число n, то вероятности устроены очень просто. Это 0 1 n 2 n 3 n и так далее, и так далее. n минус 1 n и в конце н то есть задача о разорении на самом деле устроена очень просто. Ответ это просто такая-то альфеметическая прогрессия. на самом деле в этой задаче есть еще интересный вариант, когда игроки не одинаково искусны. То есть представьте себе, что, например, вы выигрываете в, не знаю, 70% случаев, а ваш игрок выигрывает только в 30% случаев. Тогда какая будет формула? Я не буду еще с этим заниматься, тоже несложно решить, потому что надо немножко по-другому написать здесь, здесь нужно будет писать в одном месте 3 десятых, в другом месте 7 десятых, вот, потому что меня сегодня эта задача не будет интересовать как разной вероятности. Я хочу сегодня успеть разобраться с теоремией Пуе. Там на плоскости блуждания по 1 4, и в пространстве блуждания равновероятно с вероятностью 1 6. Понятно? Поэтому меня сейчас интересует задача разорения ровно такая. Интересует задача разорения ровно такая, и вот дальше, я уверен, что я даже специально в объявлении про лекцию не писал, для того, чтобы для вас это была более неожиданная штука. оказывается, чтобы доказать теорему Пойя, надо разобраться с электрическими цепями. Оказывается, решение задачи это упражнение по физике. Продолжение следует...